Дорогие подписчики гостей страницы, мы граждане Азербайджан, государство, расположенного на побережье Каспийского моря. Мы не политологи и не политики, но события последних дней, последовавшие за ним распространение в социальных сетях, заведомо ложные информации, заставили нас записать это видео. В нем мы хотим поделиться с вами фактами, истинность и обоснованность, которых вы можете проверить самостоятельно. Пожалуйста, уделите несколько минут вашего времени для того, чтобы быть в курсе реального положения дел и не быть одураченными ложной и искаженной информацией. Ведь как показывает практика в условиях современного мира, информационная война, которая на данный момент ведется против Азербайджана, является ничуть не менее важной, чем сами военные действия. Но начнем сначала. Карабах – одна из древнейших исторических областей, находящихся под управлением азербайджанских правителей. Название Карабаха произошло от двух слов – Тюркского гора, Большой или Черный, и Персидского бах – сад. В начале 90-х годов прошлого столетия Нагорный Горобах и другие близлежащие районы, а именно Шуша, Латчен, Кальбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, и Зенгелан, были захвачены армянскими бандформированиями. На протяжении последних 30 лет все эти земли, составляющие 20% территории Азербайджана, находятся под оккупацией Армении. В результате действий Армении как агрессора погибло свыше 10 тысяч азербайджанцев и около 30 тысяч было ранено. Свыше миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, получив статус беженцев. Из-за вышеперечисленных событий Азербайджан на данный момент по числу беженцев занимает одно из первых мест в мире. Но вернемся к событиям недельной давности. 12 июля подразделения вооруженных сил Армении нарушив режим прекращения огня на азербайджанско-армянской границе в Товусском районе подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате этих действий погибло 12 азербайджанских солдат, включая представителей высших армейских чинов, а также мирный 76-летний житель села Ахдам Товусского района. Хотим обратить ваше внимание, что Товус находится в другом регионе, не в Карабахе. А также необходимо сделать акцент на том факте, что военные действия, спровоцированные армянской стороной, происходят не на армянской территории. Как утверждает Ким Кардашьян, и не в армянском селе Товуш, как заявляет Гарик Мартиросян. Надеюсь на то, что фонетическое сходство названий этих двух регионов не позволит бывателям заметить искажения реальной информации. Обстрелы производятся по территории Азербайджана, что явно указывает на то, кто в очередной раз является агрессором. Подытоживая все вышесказанное, мы хотим заострить ваше внимание, что Азербайджан, превосходя Армению территориально, по количеству населения, политическим и экономическим факторам, по боеспособности и военной мощи, никогда не призывал к военным действиям, и уж тем более к истреблению мирного армянского населения. Мы верим в мирное урегулирование конфликта, а именно возвращение азербайджанских земель. Мы не призываем к войне, но мы против разустранения лжи. Карабах — это Азербайджан. Остановите армянскую агрессию. Карабах – это Азербайджан. Остановите армянскую агрессию. Карабах – это Азербайджан. Остановите армянскую агрессию.